Всем привет! Меня зовут Михаил и я рад видеть вас на канале iZender Today. Довольно давно не было новых обзоров, но те, кто следит за каналом, знают, что недавно ко мне приехал новый смартфон Xiaomi Mi 5S. Так что затишью пришел конец. Кстати, распаковку аппарата вы можете посмотреть в видео по ссылке в описании. Возвращаясь к герою сегодняшнего видео, скажу, что модель очень интересная, в первую очередь с сочетанием цены и характеристик. По сути, до появления в продаже модели на Snapdragon 835 он обладает самым мощным железом из доступного на сегодняшний день. А стоимость Mi 5S держится на уровне среднячков или даже бюджетных моделей А-брендов. Но, как водится, не обошлось и без подводных камней. Несмотря на то, что Xiaomi Mi 5S является представителем основной линейки компании, комплект поставки ничем не отличается от того, что мы видим в бюджетных смартфонах серии Redmi. Помимо самого аппарата, в коробке находится также скрепка для излечения лотка SIM-карт, кабель с разъемами USB и USB Type-C, а также зарядное устройство. Адаптер питания рассчитан на работу при силе тока 5 А и напряжении 9 Вольт, что говорит нам о наличии функции быстрой зарядки. Насколько эффективно она работает, я расскажу чуть позже. Сама коробка ничем не примечательна. Это обычный брусок из глянцевого белого картона. Никаких надписей, кроме тисненного логотипа линейки Mi. Информационной наклейки сзади на ней нет. Если кому-то захочется посмотреть более подробную распаковку, то добро пожаловать в описании под видео, где находится соответствующая ссылка. Xiaomi Mi 5S существует в четырех вариантах цветового оформления. Это темно-серый корпус в сочетании с черной фронтальной стороной, а также серебристый золотой или розовый корпус с белой передней частью. К сожалению, из-за высокого спроса именно на серо-черный вариант, он, во-первых, порой становится дефицитным и пропадает из ассортимента продавцов на Алиэкспресс, а во-вторых, стоит значительно дороже всех прочих вариантов. Поэтому для обзора я заказал серебристую модель с белой лицевой частью. Спереди самым ярким элементом дизайна является сенсорная клавиша «Домой». Она представляет собой слегка утопленную в корпус площадку, закрытую, как и вся передняя часть, стеклом. Сзади обращает на себя внимание разводка пластиковых полосок, по которым находятся антенны. Внешне чем-то напоминает оформление аналогичного элемента на iPhone 6 серии. В остальном смартфон обделен какими-то яркими элементами и не выделяется на фоне своих аналогов. Тем не менее, на мой взгляд, внешность у аппарата приятная, особенно если не приглядываться. Если же сделать это, то лично мне не хватает какой-то симметрии. Было бы здорово, если бы дизайнеры компании уделили больше внимания мелочам, и, например, чуть двинули 3,5-мм разъем, или проработали над оформлением элементов передней панели. При этом к эргономике претензий не возникло никаких. Xiaomi Mi 5S имеет достаточно небольшие по современным меркам размеры, благодаря экрану с диагональю чуть более 5 дюймов, и при этом форма его корпуса очень удачна. В первую очередь, благодаря тому, что толщина и так невысокая, краям становится еще меньше. Нет проблем и со скольжением. В отличие от своего предшественника, Mi 5S имеет металлический корпус. Расположение элементов стандартное. Большую часть лицевой панели занимает экран. Над ним расположены разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещенности, а также светодиодный индикатор. Светит он достаточно ярко, так что даже при дневном освещении оповещение почти всегда хорошо видно. Под дисплеем находится уже упомянутая раньше сенсорная кнопка «Домой». В нее же встроен и прогрессивный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, которому теоретически не должно мешать, если пальц будет мокрым или чем-то испачканным. На практике сканер порой не может распознать палец даже в нормальных условиях и приходится прикладывать его повторно. Это происходит не слишком часто, но после практически идеальной работы аналогичного сенсора на бюджетных Redmi 4 Pro и Redmi Note 4 это расстраивает. По бокам от центральной клавиши расположены две сенсорные кнопки с функциями вызова меню многозадачности и возвращения к предыдущему экрану. Эти кнопки подсвечиваются белыми светодиодами, а их назначение можно менять местами в настройках. Сзади, помимо хитросплетений пластиковых прожилок, находится объектив основной камеры, двухтонная вспышка и отверстие дополнительного микрофона, который инженеры почему-то решили расположить именно здесь, вместо привычного верхнего торца. Исчез оттуда и инфракрасный передатчик, таким образом единственным элементом сверху остался аудиоразъем. Снизу свободного пространства куда меньше. Здесь расположены разъем USB Type-C, внешний динамик и основной микрофон. По поводу разъема USB Type-C хочу отметить, что возможность подключать кабель любой стороной – очень крутая фишка. Но вот недостаток подходящих кабелей в окружающем пространстве сказывается – приходится носить кабель с собой. На боковых торцах находится лоток для сим-карт слева и привычные клавиши включения и регулировки громкости справа. Собран смартфон хорошо, впрочем, иного я и не ожидал, учитывая, что даже у доступных моделей от Xiaomi проблем с этим нет. Разве что имеется минимальный люфт боковых клавиш, но зато они выступают над корпусом на значительную высоту. Благодаря этому их легко нащупать вслепую, не доставая из кармана. Дисплей смартфона имеет диагональ 5,15 дюйма и разрешение 1920 на 1080 точек. Качество картинки при таком сочетании характеристик ожидаемо отменное. Плотности пикселей и, как следствие, детализации изображения достаточно для того, чтобы невооруженным глазом не было видно отдельных точек. Или лесенок, даже на самых мелких элементах. Остальные параметры тоже на должном уровне. Яркости подсветки достаточно для работы при дневном освещении, правда, в силу погоды проверить его поведение под прямыми солнечными лучами не удалось. Углы обзора ожидаемо хорошие, информация остается читаемой даже при больших отклонениях. Правда, яркость все же немного падает. Защищает экран стекло с эффектом 2,5D, что стало уже практически стандартом. Смотрится симпатично. Олеофобное покрытие есть, качество его на хорошем уровне. Отпечатки пальцев, разумеется, при использовании смартфона остаются, но удаляются очень легко, достаточно пару раз протереть экран тряпочкой или рукавом футболке. И, наконец, не могу не сказать о рамках вокруг дисплея. Когда экран выключен, кажется, что боковые рамки практически отсутствуют. Однако, при включении иллюзии на этот счет пропадают. Рамки есть и в обрамлении белой лицевой панели это отчетливо видно. Однако, они стали заметно меньше в сравнении с предыдущей версией аппарата и в целом, на мой вкус, раздражение не вызывают. Если же видеть их для вас невыносимо, то придется все же переплатить за черно-серую версию. В плане софта все абсолютно стандартно для смартфона от Xiaomi. Mi 5s работает под управлением Android 6 с фирменной оболочкой MIUI 8. В будущем, вероятно, стоит ожидать и седьмой Android, но по срокам пока непонятно. На сегодняшний день уже существует официальная глобальная версия прошивки. От китайской ее отличает наличие сервисов Google и поддержка большого количества языков, в том числе и русского. Единственная оговорка – версия MIUI в глобальной прошивке несколько отстает от китайской. Стоит иметь в виду, если предпочитаете быть на острие прогресса. Немного информации для тех, кто до сих пор не сталкивался с оболочкой от Xiaomi. Подобно большинству аналогичных систем родом из Китая, MIUI имеет структуру, подсмотренную у iOS. В ней нет отдельного меню приложений, а все установленные программы располагаются прямо на рабочих столах. Относиться к такому подходу можно по-разному, но лично я в свое время привык достаточно быстро и никакого дискомфорта по поводу отсутствующего меню приложений не испытываю. Если же подход к дизайну интерфейса в MIUI вам не понравился, то всегда можно поставить какой-нибудь сторонний лаунчер. Например, я некоторое время пользовался Google Now, выглядит довольно симпатично. Из особенностей оболочки отмечу продвинутую систему управления энергопотреблением приложений и их фоновой активностью. При некоторых затратах времени и усилий может помочь в экономии заряда аккумулятора, но иногда может и стать причиной непришедших уведомлений, если забыть дать приложению соответствующее разрешение. Также лично мне очень нравится, как в MIUI реализованный режим управления одной рукой. Сокращается вся площадь рабочего стола вместо простого сдвига к нижней границе верхних элементов, как это сделано в некоторых других прошивках. Аппаратная начинка – это гордость Xiaomi Mi 5s и одна из основных причин для его приобретения. Всего на данный момент существует три модификации смартфона, которые отличаются друг от друга конфигурацией памяти. Младшая и самая доступная, именно она участвует в этом обзоре, имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Следующая версия имеет вдвое больше места для хранения программы файлов, но всего 3 ГБ оперативной памяти. И, наконец, старшая и самая дорогая получила 4 ГБ оперативки и 128 ГБ на встроенном накопителе. К слову, в случае этого телефона объем встроенной памяти достаточно важен, так как поддержка карт памяти не предусмотрена. Объединяет же все варианты процессор Snapdragon 821 со встроенным видеоускорителем Adreno 530. Если вкратце, то это самый производительный чип из существующих вплоть до появления в продаже модели на 835 Snapdragon. Единственный нюанс, в Xiaomi Mi 5S используются версии с немного сниженными частотами в целях экономии заряда батарей. Однако и при таком раскладе его производительности с запасом хватит еще не на один год. Любые игры и задачи даются ему с легкостью. Любимые многими и ненавидимые остальными танки летают на максимальных настройках и редко, когда выдают меньше 60 FPS. Правда, от лагов, связанных с качеством сети, это, разумеется, не спасает. Радует и практически полное отсутствие троттлинга, хотя нагревается смартфон под нагрузку ощутимо. Тоже можно сказать и о бенчмарках, где результаты Xiaomi Mi 5S не менее впечатляющие. Единственное относительно слабое место – это тесты, заточенные под многоядерность. Здесь четырехъядерный Snapdragon 821 может немного уступать своим 8- и 10-ядерным конкурентам. Но тесты, задействующие графическую подсистему и реальные приложения, расставляют все по своим местам. Напомню, что сравнительный график с результатами большей части смартфонов из моих обзоров вы найдете на сайте izender.today по ссылке в описании. За высокую производительность приходится платить автономностью работы. Аккумуляторы на 3200 мАч, как правило, при умеренном использовании смартфона едва хватало на полный рабочий день, и когда я приходил домой, приходилось срочно ставить его на зарядку. Если же в течение дня помимо обычных мессенджеров, випсерфинга и музыки запускались еще и игры, то начинать жестко экономить оставшийся заряд приходилось еще раньше. Тут оговорюсь, что такое поведение я получил на официальной глобальной прошивке, которая, как я уже упоминал, несколько отстает от китайской версии. Возможно, с обновлениями ситуация с автономностью будет улучшена. Также выручает наличие быстрой зарядки. Так, за полчаса смартфон зарядился от родного адаптера с 20 до 68%. В Xiaomi Mi 5s установлен модуль камеры с разрешением 12 Мп и апертурой 2.0. Производство Sony. Такая же камера стоит во многих современных смартфонах и, в принципе, способна на качественный по меркам мобильных устройств снимки. При этом, разумеется, многое зависит от качества установленной оптики и программной реализации. В целом, то, как снимает Mi 5s, мне понравилось. Дневные снимки так и вовсе выходят отличными, с хорошим балансом белого. Разве что детализацию порой хотелось бы повыше, но это уже придирки. Но, как уже все не раз убеждались, днем сегодня снимает хорошо практически все. Куда интереснее было проверить, как Xiaomi Mi 5s справился с фото в условиях плохого освещения. И тут он приятно порадовал. Шумов на снимках относительно немного, детализация и фокус тоже далеко не худшая из того, что я видел. Правда, в затемненных областях картинка все же замыливается. Для наглядности, я даже сделал мини-тест, где соперником Xiaomi стал Samsung Galaxy S6 Edge. Разумеется, разница отчетливо видна, но прогресс Xiaomi относительно более старых моделей очевиден. Еще более выправить ситуацию должен помочь ручной режим, который здесь достаточно богат на настройки, в том числе можно регулировать и выдержку. Но для экспериментов с ней уже желательно иметь штатив под рукой. В режиме камеры нам доступна съемка в разрешении 4K, без каких-либо ограничений по времени. Если вы помните, на первых смартфонах с такой функцией длительность такой съемки, как правило, была ограничена несколькими минутами. Пример видео вы найдете по ссылке в описании. Есть и замедленная съемка, причем в разрешении Full HD. Xiaomi Mi 5S рассчитан на работу с двумя сим-картами наноформата. Как и в большинстве других Xiaomi, любой из слотов способен работать в режиме 4G. Российские частоты большинства операторов поддерживаются, кроме B20. Перед покупкой, разумеется, лучше уточнить, какие из полос используются вашим провайдером. Качество передачи речи нареканий не вызвало, слышимость в обоих направлениях хорошая. Каких-то искажений замечено мной не было. В остальном все достаточно стандартно. Мы имеем привычный набор беспроводных интерфейсов. Непривычно для китайского смартфона наличие чипа NFC. Немного огорчило, в свою очередь, отсутствие инфракрасного порта. Порой возможность управления техникой со смартфона пригождается. Несмотря на текущие проблемы с автономностью и нестабильную работу сканера отпечатков, Xiaomi Mi 5S мне понравился. Смартфоном приятно пользоваться, а бескомпромиссная производительность гарантирует его актуальность еще как минимум в течение пары лет. Радует и ценник. Младшую модель сейчас можно купить меньше чем за 300 долларов, а с помощью кэшбэк-сервисов сделать покупку еще чуть более выгодной. Более того, с учетом цены конкурентов у Mi 5S на данный момент особо нет. Главные альтернативы это либо более старые модели той же Xiaomi, вроде оригинального Mi 5, либо решение от менее известных китайских производителей. Ко всему этому стоит добавить удобную форму и приятный дизайн. Подводя итог, скажу, что если указанные недостатки будут исправлены в новых версиях прошивки, то с учетом цены я определенно могу рекомендовать Xiaomi Mi 5S к покупке. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если видео показалось вам интересным. А еще подписывайтесь на мои группы в соцсетях, там я периодически делюсь своими планами относительно будущих видео, выкладываю интересные новости и просто общаюсь со своими подписчиками. Всем пока!